Получаться, пока масло накаливалось, Абдулла помешивал его, по всему казану распределял масло. Наступило время закидывания мяса, да? Субтитры создавал DimaTorzok Сразу сверху посыпается лук. Чтобы не подгорело, не прилипло к казану, мясо перемешивается. И сколько будет жариться мяса? Лук. Обжаривается мясо, пока лук не приобретет золотистый цвет. Я так понимаю, минут пять. Кстати, имя Абдулла с арабского переводится как «Слуга Божий, Раб Божий». Так, закидывается сразу морковь, да? И сразу заливается вода. Здесь сколько литров? Десять литров, да? Десять литров. Так, прошел час, поднимаем чашку. Ну, то есть, Абдулла поднимает. Я тут подмазался с него. Это что? Куркама. Куркама? Да. Какая-то приправа куркама. Из чего она? Не знаю. Это свет, да? Ага. Красный будет, желтый будет. В общем, какой-то пищевой краситель, который называется куркама. Куркама, да, называется? Куркама. У нас называется Зарчева. Как? У нас называется Зарчева. Зарчева. По-узбекски, да? Да, по-узбекски. По-узбекски. По-казахски куркама, по-узбекски Зарчева. Слышь надо это. Ага, чуть-чуть нужно перемешать. По краям, да, получается? А там разжигают тандыр. Тандырное мясо. А, казан-кабаб, да, там будут делать? Нет. Тандыр-кабаб. Тандыр-кабаб. И самсу, да, там будут делать? Зира. Зира. Ага. Вообще, сколько снимал блюда, которые готовят повара, никто не засекает там время. 10 минут определенное, час-30 минут. Все делают по внутреннему чутью. И изюм, да, сразу? Две полные горсти зиры. Ну, здесь он не килограмм положил. Грамм может быть 200-300 максимум. Наступило время промыть рис второй раз. Получается, он отмаркал примерно полчаса. Ну, уже относительно чистая вода. Сливаем. Мы говорим, мы подразумеваем Абдулла. Абдулла. Очищаем от мелкого мусора. Лишним лёгким. Набирается рис чистый, никакого постороннего мусора. Засыпается сверху рис. Раз горсть, два горсть, три. Три горсти соли. Три. Три горсти соли. Равномерно раскладывается, распределяется рис по моркови. И сейчас идёт за остальным рисом. Вот и остаток риса. Всё, весь, да, рис это? Ещё остался рис? Да, да, рис. И раз горсть, два горсти. Распределяется, опять же, равномерно по поверхности до этого положенного риса. Так, и вот третья чашка. Рис закончился. Бух. Раз. Два. Ага. Получается, всего семь горстей соли он посыпал. В общем, распределяет равномерно рис. И что будет дальше? Накрывая чашкой. Теперь сколько ждём? Это... Всё. Парли? Ага. Примерно сколько? Полчаса? Вот всё. Всё. Прерываемся на 30-40 минут. Абдула нарезает морковь. Тем временем уже закладывается самса. Через полчаса, да, готова будет самса? Да. 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 Даст Бог. Или дай Бог. Килограмм. Вот и считаете. 85 килограмм. Нужно перемешать. Уравнивает, разравнивает. отверстие, отверстие, отверстие. Рис. И накрывает чашкой. Теперь сколько ждем? А еще полчаса, куда холоса? Мусульмане всегда применяют прежде чем что-то сделать выражение дай бог. Так ну что прошло 40 минут и вот настало время открывать плов. Он видимо готов уже, да? Рис уже готов. По всей вероятности, да. Повара всегда говорят в бессимизиарах моркови. Получается он сейчас полностью перемешивает рис с морковью к этому времени. Все дрова уже сгорели, немного поддерживается огонь, чтобы плов не остыл. Но температуры достаточно для того, чтобы бульон кипел. Сервак называется. Это смесь, которая на дне. Мясо, моркови, специи. Вот здесь. Тем временем приготовился тамбур кабак. О, ничего себе! Вот так готовится. Я думал в какой-то посуде. Оказывается, подвешивается. Получается мясо баранины, видимо в специях, потому что я вот вижу обильно посыпано мясо кинзой. Вот так получается запекается. Вот это куда стекает бульон или... А, вода там, да? Там... Бульон. А, бульон. Мммм... На одно ставится бульон. Сначала мясо варится, да, получается? Нет. А бульон какой? Бульон там мясо... Поранено, завядено... Порция 750 тенге, да, стоит? Да. Вот это мясо. Мясо перед этим маринуется или просто... Сколько? Сутки, да? А-а-а. А что добавляется туда? Перец... 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 Баб... Баба это... Бурому кашни... Кашнич, да... Кашнич, не знаю, что такое... А соус какой? Сверху еще поливается бульон. Сочный был. Тем временем перемешивается плов такими виртуозными движениями на дне. Мясо укладывается на рис для того, чтобы стек весь бульон. Порция такого плова стоит 750 тенге полный, да? 650. А, даже 650. Это вообще смешные цены, ребята. Добро пожаловать в Шинкен. А без козы яичка 500. А, понятно. 500 тенге порция плова стоит без козы и перепелиного яйца. Соответственно, вместе с ними 650 тенге. Можно плов здесь съесть и, как вы видите, много посуды одноразовой. Значит, очень много клиентов берут плов с собой. Вот так порция. О! Хе-хе-хе. Вот так. Мастерский шах. Мастерский шах. Собственность. Мастерский шах. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Язы, да? Яйца. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Два кусочка козы По одному кусочку соответственно на каждую порцию И по одному перепелиному яичку Казан кабаб Да Это куда плов? Это на заказы По килограммам продается? По килограммам Сколько стоит килограмм? Пять тысяч Без порций будет одна порция С одного килограмма десять порций стоит пять тысяч тенге Ну соответственно пятьсот тенге порция Так вот готовят для меня тандыр кабаб А вот так дальше, да? Час табачки? Не-не, все-все Да Самое вкусное это ребра, да? Да Отлично Семьсот пятьдесят, да? Семьсот пятьдесят тенге Так И сверху еще бульончиком поливается Ага Чтобы не было сухим Семьсот пятьдесят тенге